МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ее подозревают в получении взятки за оформление инвалидности. Покажем, как задерживали подозреваемых в особо крупном вымогательстве в Казани. Грозились убить, похитить или инфицировать СПИДом. Получив больше 20 миллионов, с директора фирмы требовали еще 15. И последствия лобового столкновения. А вот вернул и вот бросил туда. На улице Тецовской иномарку выбросило на встречную полосу. Это и не только. Прямо сейчас. При Волжске суд Казани сегодня отправил под домашний арест руководителя бюро номер один медико-социальной экспертизы супругу ректора КГМУ Елену Румбешту. Женщину подозревают в получении взятки в 70 тысяч рублей за бессрочное продление третьей группы инвалидности жителю Казани. За это у его жены попросили 80 тысяч. 10 из них оставила себе посредник. Также сотрудник бюро медико-социальной экспертизы. Айрат Назипов с подробностями. Свою вину она признала полностью, но добавила, деньгами не пользовалась. Как установили следователи, Елена Румбешта согласилась оформить третью группу инвалидности для жителей Казани за 70 тысяч рублей. Посредником выступила Елена Фуражкина, также сотрудник бюро медико-социальной экспертизы. Деньги уже на инвалиды получала она. Путем вымогательства получила в качестве взятки денежных средств в сумме 40 тысяч рублей. Первая часть взятки из 80 тысяч рублей от Габидульной. За незаконное действие в виде оформления медицинских документов к расстоянию третьей группы инвалидности бессрочно ее мужу. По данным следствия, вторую часть взятки еще 40 тысяч. Женщина-посредник получила 22 января. В этот же день 70 тысяч она передала Елене Румбеште. 10 оставила себе. После получения указанных денежных средств Румбеште присылала Габиду на грезе группы инвалидности сроком на один год. Адвокат подозреваемый отметил, что Елена Румбеште при этом продлила инвалидность на год. Продлять бессрочно она отказалась. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в явлении дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Следователи прокурора настаивали на избрание для задержанной меры пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат с этим согласна не была. Суд принял позицию следователя. Основание для избрания более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, не усматривает. Решением суда Елена Румбешта отправлена под домашний арест до 22 марта. Айрат Назипов Константин Бушуев, вызов 112. Получили 20,5 миллионов рублей, но этого показалось мало и стали требовать еще 15. Жадность сгубила подозреваемого в особо крупном вымогательстве. У руководителя одного из казанских обществ с ограниченной ответственностью группа подозреваемых требовала очень крупную сумму, угрожая родственникам бизнесменов физическим насилием, расправой и даже заражением ВИЧ-инфекцией. Алина Бережная выяснила подробности. Казань, 19 января, Горьковское шоссе. Передача денег проходит под контролем сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью и Росгвардии. 15 миллионов рублей столько потребовали подозреваемые в вымогательстве у руководителей одной из коммерческих фирм, после того, как уже получили 20,5 миллионов. Было установлено, что с марта 2017 года злоумышленники вымогали у руководителей одного из казанских обществ с ограниченной ответственностью крупную сумму денег, угрожая применить насилие не только к ним, но и к родственникам, которых грозились убить, похитить или инфицировать СПИДом. Как установили полицейские, организатором группы вымогателей стал 35-летний житель Саратова. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и вымогательство. На эту встречу забрать наличность мужчина отправил своего 24-летнего напарника, сам же оставался в машине неподалеку. После получения денег сообщник был задержан, а организатор попытался скрыться. Он больше 50 метров протащил на своем автомобиле бойца Росгвардии, последний сделал два предупредительных выстрела. Это не подействовало, и подозреваемый был ранен, но все равно смог уехать, правда, недалеко. Тем не менее, в ходе преследования автомобиль был заблокирован на площадке торгового центра, расположенного на улице Залесная. А сам он задержан, после чего госпитализирован в одну из городских больниц. Госпитализированный сотрудник СОБРа, которого подозреваемый попытался сбить. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские выявляют всех членов преступной группы. Алина Бережная, вызов 112. Один человек пострадал в результате лобового столкновения двух иномарок на улице Тецовская. Водитель автомобиля Лифам потерял управление и вылетел на встречную полосу прямо перед Хюндаем. Уйти от столкновения корейский автомобиль не смог. Рамиль Шайдулин с подробностями. Девушка просто голова, у нее сотрясение мозга было до этого. А сейчас просто, да, эти отрезки толчка, что ли, голова разболелась. Супруга водителя Хюндая сидела на переднем пассажирском сидении. Судя по трещине, в лобовом стекле девушка ударилась головой, несмотря на сработавшие подушки безопасности. Прибывшие на место врачи после осмотра заподозрили у нее ушиб головного мозга и решили госпитализировать пострадавшую. Водитель же не пострадал и рассказал, что шансов уйти от столкновения с отстречным автомобилем у него не было. Ну, он где-то 40-45, ну, 50, ну, я так же ехал. Я не заметил, я увидел по всему, когда он на меня уже шел. Я аж среагировать не успел. По предварительной версии водитель Лифана заехал колесом в сугроб и потерял управление. Иномарку выбросило на встречную полосу. По рассказам автомобилиста, вернуть контроль над машиной и вернуться на свою сторону дороги он не успел. В сугроб заехали, да? Ну, вот на этой стороне. А вот вернул, вот, б***, бросил туда. Степень вины автомобилиста будут определять сотрудники автоинспекции с учетом тяжести травм у пострадавшей. Рамиль Шайдулин, Аэрод Назибов, Азат Самигулин, Вызов 112. Рено Логан и трамвай столкнулись накануне вечером на пересечении Сибирского тракта и улицы Пионерская. На месте происшествия скопилось большое количество вагонов электротранспорта. Они просто не могли проехать. Чтобы освободить им путь, сотрудники ГИБДД оперативно устранили последствия аварии. По рассказам очевидцев, легковушка двигалась по улице Пионерской. И когда пересекала рельсы, ее ударил трамвай. В результате удара никто не пострадал. Однако у иномарки был серьезно смят левый бок. Вероятнее всего, на плечи виновника аварии лягут финансовые расходы не только по ремонту транспорта, но и за простой вагонов. Верховный суд Татарстана сегодня рассмотрел апелляционную жалобу на приговор с четверым бывшим сотрудником отдела полиции Юдина, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова скрутили в позе ласточки. Через несколько минут он скончался. 29 ноября 2017 года Кировский суд Казани приговорил подозреваемых к условным срокам. Но родственники скончавшегося с этим согласны не были. Динара Камалова знает, чем закончился процесс. С момента трагедии прошло уже 5 лет, но извинения от бывших полицейских отец Павла Дроздова так и не услышал. Напомним, 1 февраля 2012 года мужчину доставили в отдел полиции Юдина, где полицейские в попытке успокоить избили мужчину, надели наручники и связали его в так называемой позе ласточки. Через 15 минут таких успокоительных мер Павел Дроздов умер. Приговор обвиняемых в превышении должностных полномочий огласили спустя 5 лет. Гособвинение просило 16 лет общего режима. Суд назначил от 3 до 4 лет условно. С таким приговором потерпевшая сторона не согласилась и добилась апелляции. А что там случилось? Вот только камера показала. Если бы камера не показала, они бы были вообще невиновны. Добиться возбуждения уголовного дела помог Европейский суд по правам человека. Туда обратился брат погибшего за 5 лет. 3 постановления об отказе возбуждения и 3 постановления о прекращении уголовного дела. Сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу, но оставил вынесенный приговор без изменений. Вердикт обжаловаться родственники Павла Дроздова уже не будут, но обещали обратиться с гражданским иском о компенсации морального вреда. Динара Камалова, Константин Бушуев, Вызов 112. Одна комната выгорела полностью, пострадал весь этаж. Таковы последствия ссоры матери с сыном жильцов одного из общежитий Нижнекамска. Как рассказали соседи, печального исхода они ждали давно. Словат Мухаммадуллин узнал почему. Резко и не стесняясь в выражениях отзываются жильцы общежития о соседях, в чьей комнате начался пожар. Постоянно в дом отправляли, пока мама живая была. А сейчас мама умерла, ее никто не отправляет. С мозгами не все в порядке, она и замки вышибает. В момент возгорания в комнате был сын хозяйки. И как все произошло, рассказывать не захотел. Видите, как получилось? Вот так вот и получилось все. Более разговорчивым он стал в присутствии дознавателей. Говорит, они поссорились с матерью, та ушла, а он, выпив, со злости пнул плитку, на которой грелись макароны. После чего ушел на улицу. С матерью, говорит, что он побежал сюда. Соседник, ты что поджор? Я говорю, я ничего не поджорил. Комната выгорела дотла. Соседние сильно пострадали от копоти. Из-за сильного задымления спасателям пришлось выбивать двери тех комнат, которые не открывали, искали пострадавших. Я задыхался, и меня вытащили по лестнице вниз. Сейчас рассматривается несколько версий возникновения пожара. Показания хозяина сгоревшей комнаты не совпадают с показаниями свидетелей. Противоречиво и его действия пока рассматриваются. И рассматривается все-таки, может, он это умышленно сделал. А вот жители общежития больше волнуют, кто будет компенсировать их убытки. Словат Мухмадулин, Наталья Оошникова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Рафаэль 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 Р